Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за этот новый день, новое утро в Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за все благословения, которые Ты несешь нам в своих обетованиях в каждом дне. Благодарим Тебя за милость, обновляющуюся каждое утро, и за благодать, Господи, сверхъестественное общение в Своем слове. Благослови, Господи, эту небольшую мысль к основной части. Во имя Твое. Аминь. Иван Ярлуки, 9 глава. Давайте прочитаем с вами 16 стих. Он же взял пять плебов и две рыбы, и возред на небо благословил, преломил и дал ученика, чтобы раздать народу. Интересно, немного размышляя об этом стихе, я подумал о следующих мыслях. Он же взял опять хлебок. Это картина, словно он призрел на то, что предложил этот мальчик, или предложили эти ученики. Помните эту историю, или эту картину, с Каином и Амином, когда Бог призрел на первородных овечьях Амеля и не призрел на плоды Каин. И здесь мы видим, что он взял. Это практически ничего. Перед этим ученики и сами говорят, ну что это для пяти тысяч, которые здесь и ждут. Это картина того, что люди ничего не могут предложить. И он возносит это на небо, и мы можем посмотреть также на это и поразмышлять, и затем благословляет. Отец благословляет то, что является в сыне. Он благословляет эту благодать. Число пять – это по нумерологии число благодать. И откуда она исходит? Она исходит, безусловно, от жертвы. Здесь мы далее видим, он благословил их и преломил. Картина преломления, несомненно, также говорит о преломлении жертвы. Итак, мы можем увидеть здесь, что Отец благословил этот путь благодати, который лежит через жертву, где люди ничего не могут принести, а только принять благодать, которая исходит от жертвы сына его. Как здорово! Он принял это. Ведь он мог бы не принимать это. Он и так мог бы сотворить это множество еды для всех пяти 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 пяти. Но он взял это, чтобы показать этот путь благодати, который лежит через жертву Иисуса Христа, и благословил это, и говорит ученикам, чтобы они раздали это народу. Ученики так и сделали. И это также, несомненно, духовная картина, которая заключается в том, чтобы в этом призыве для учеников и для всей Церкви, чтобы мы сами питались этим хлебом, этой благодатью в Иисусе Христе, и затем принимали, чтобы раздавать эту благодать. Благодать, которая основывается на жертве Сына. И на эту путь благодати мы видим, что Иисус Христос призрел, Бог Отец призрел. И этот путь, этот путь сам Господь Иисус Христос. Аминь. И вопрос на будущее размышления, почему Бог призрел на первородных Авеля и не призрел на плоды Каина. Аминь. А благослови Вас Господь. Аминь. Бог посмотрел внимательно, принял этот путь. Он его обозначил. Слава Господу. Спасибо, пастор Нурлан. Замечательные размышления с самого утра. Слава Господу. Сегодня у нас 81-е слово посвящения по Евангелию от Луки. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо Евангелия, за этот путь, который Ты даешь, указываешь, Ты его раскрываешь в нас, когда мы желаем открыть его. Господи, Ты раскрываешь свою тайну. Ты сделал такой путь, по которому может пойти любой человек. Это путь благодати. Это Твое видение и понимание. Мы благодарны Тебе за эту жертву, которую Ты принес, Отец. Благодарим Тебя за Сына, который согласился, исполнил это в любви к Тебе и к нам. Благодарим Тебя, Господи. Слава Тебе. Благослови это слово сейчас, размышления. Насыщай нас своими категориями, смыслами. Слава Тебе. Во имя Твою Иисус мы молимся и просим. Аминь. Слава Господу. Сегодняшняя порция этого замечательного завтрака духовного. Девятая глава Евангелия от Луки с 18 стиха по 22. Это подготовка Господа и в эту подготовку к своему завершению и совершенству в этом мире, совершенству жертвы, он приглашает как своих учеников, так и нас с вами. Перед этим были накормлены пять тысяч человек. Они были научены через замечательные дары Бога и хлеб, и рыба, и каждому достаточно. И они видели, во-первых, учеников, которые разносили эти хлеба. А ученики – это те, кого Господь уже просветил, научил, приблизил к себе. Они видели, как это происходило при умножении хлебов. Они видели своего учителя и передавали эту благодать людям, которые лежали на замечательных пажицах, на этих пастбищах, как овечки. И с удовольствием принимали этот бесценный, бесплатный, дорогой хлеб. Сам Господь пришел для того, чтобы даровать этот хлеб. Они еще мало знают, мало понимают, но они находятся на пути познания. И вот в 18 стихе сказано, как-то или в одно время, то есть как-то, когда Иисус молился в уединенном месте, в которое Он взял также и Своих учеников, и ученики были с Ним, Он спросил их, «За кого почитает Меня народ?» То есть, вот народ идет уже столько времени в разных местах, и каково Его мнение, каково заключение того, что Он видит Иисуса? К чему бы они пришли? И сказали ученики в ответ, одни принимают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илью, пророка Детхозаветного, который был в книге Малахи предсказан, что Он придет. А третьи говорят, что это один из древних пророков Воскрес. Вы знаете, то, что здесь происходит после этого грандиозного обеда, а ведь описывается в 9 главе Луки 7 стихе, когда дошли эти слухи, то, что происходит, эти действия Иисуса Христа в Галилее. Сказано, и услышал Ирод, царь Антипа Галилейский, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и он ничего не понимал, что происходит. Потому что одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что это Илья явился, третьи, что это один из древних пророков Воскрес. Точно такая же формулировка стоит и здесь тоже. За Иоанна Крестителя тебя почитают, другие за Илью, третьи же говорят, что это один, ты один из древних пророков Воскресший. Они принимают, но не понимают. Он же спросил их, двенадцать, которые были особо приближены к Нему, а вы за кого почитаете меня, а ваше мнение какое? Отвечал Петр за Христа Божия, за помазанника, за Мессию. Это большая разница. Весь народ в Израиле ожидал Мессию, потому что они устали от этого давления, которое ощущали и в отношении своей религии, иудаизма, и в отношении своей жизни под этой пятой Римской империи, и всякой блажей, которая приходит в голову императорам, они то так, то так, и столько недовольства было, и покушений на религиозное исповедание. Они ожидали Мессию царя, который придет и уничтожит эту империю, и установит свое царство. То есть, они ожидали Мессию второго пришествия, когда он установит на земле свое царство. Но Мессия известен как таковой израильскому народу через Писание по Ветхому Завету. И там действительно он и как царь, но в 53-й главе особенным образом он выписан как Агнец. Потому что каждый год был особенный праздник, посвященный выходу из египетского рабства, которое символизировало греховную жизнь. И для этого нужно было перед выходом из этого рабства нужно было принести 12-я глава книги Исход. принести жертвенного Агнца Божью Пасху. И на основании этой крови жертвенного Агнца, которого и потом они ели, перед этим они должны были косяки дверей помазать и перекладину. Когда вы смотрите на такую картину, вот проем в доме и косяки помазаны и перекладина, это форма креста. Так и Христос проливал свою кровь. И благодаря этой крови они вышли из египетского рабства. А перед этим произошло событие. Господь послал своего ангела, который смотрел на жилища евреев, да и вообще на все жилища. И где не было этой крови жертвенного агнца, то там погибал первенец и среди животных, и среди людей. И в данном случае мы с вами видим, что пришел Мессия именно первого пришествия. пришел Тот, Который является Агнцем Божьим, Ягненком Божьим, Которого дарит Отец этому миру и приносит Его в жертву за грехи людей. Он забирает на Себя все грехи. Так написано в 53 главе Исаии. 1 стих «Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца сила Господня? Ибо Он взошел Иисус взошел перед Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида ни величия». Интересно, фраза стоит в настоящем времени. Я бы сказал, не было в нем ни вида, ни величия. А здесь нет в нем ни вида, ни величия. И до сих пор так. До сих пор. Иисуса как бы отстраняют. Он уходит на второй, третий план. А на первый план выходят другие личности. А именно это пасхальный Агнец. Именно Иисус. И Он такой же обыкновенный, как все остальные люди. Ира спросил, что это такое? Кто там в моем царстве такие смущения производит? Очень хотел увидеть его. Ему говорили то, другое, и не говорили, что это Мессия. Некоторые знающие и просвещенные в писаниях Ветхого Завета, они знали пароль, который Мессия должен сотворить, придя. Он должен был слепым дать прозрение, глухим дать возможность слышать, прокаженных исцелять, хромых даровать им освобождение от хромоты, мертвых воскрешать. Ведь эти чудеса мессианские Иисус сделал. Поэтому просвещенные люди, они могли сопоставить одно с другим. Но не идя по этому пути, они отвергали Иисуса. И здесь в 53 главе говорится в 3 стихе. Он был презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни как человек. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что его не ставили. 4 стихе. А вот картина, что на самом деле происходило. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Все жертвы животными, которые были сказаны, еще в Эдемском саду произошло это, чтобы укрыть человек надежными одеждами согрешившего человека, перед тем, как выпроводить его в мир из Эдемского сада, была принесена жертва и этими кожаными одежками, они были сделаны из омсяты от жертвенного животного до кожи животного. Жертва была принесена первая, но с указанием на то, что произойдет через тысячи лет, как это и произошло две тысячи лет назад. Иисус был распят. Все мы блуждали, как овцы, шестой стих, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Только так он, только через эту дверь жертву Иисуса Христа он принимает любого человека, иудея, израильтянина, любого человека, язычника, кто бы он ни был, он принимает к себе. Но вот это благодатное действие, когда Иисус накормил пять тысяч через учеников. Ну, разве такого можно отвергнуть? И вот Иисус задавает вопрос. Он показывает нам то, какое было отношение у людей. мессия для них был уже обозначен царя давайте нам, тысячелетнего правления. А так как нету такой фигуры, которая бы пришла и начала эти разборки с Римской империей, то, ну, наверное, Иоанн Креститель воскрес, или или Я пришел, или какой другой из древних пророков воскрес. Нету связки с Первым пришествием. Ситуация давления Римской империи превышает понимание, что человек грешен, ему нужно, ему необходимо просто, чтобы Мессия пришел и все совершил. Хотя они верили, что такое произойдет, но фамильярность это стало бичом, как и сейчас тоже бич человечества, когда религиозные дела превышают понимание, что единственный путь, как можно к Богу прийти, это через жертву Иисуса Христа, а не через свои добрые дела. Добрые дела – это дела, которые Бог делает через откликнувшегося человека, и Он использует его, Он любит этого человека. И точно так же, как с этими двенадцатью учениками Иисуса Христа, они были символом видимого, они были как прояснение, кто такой Бог, Бог любви и благодати. А за кого вы принимаете меня, 20 стих? Петр сказал, мы принимаем тебя за Мессию Божию, за Агнца Божьего. 21 стих. Но он строго приказал им никому не говорить об этом. Вот она фраза. А почему? Потому что его шествия в течение трех с половиной лет, после того, как он принял крещение в водах Иордана, и это крещение совершил не только Иоанн Креститель над ним, но и сам Господь Бог, Отец Небесный, чтобы объявить вот это вот мой Сын. А потом он ученикам сказал, Слушайте его. Он строго, то есть это было, были слова, которые безусловно нужно было выполнять. Никому об этом не говорить. Почему? И он объясняет здесь в 22 стихе, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать. Это будут страдания не физические заболевания, хотя и это он тоже познал. и быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, самыми просвещенными в народе в отношении Мессия. Они будут смотреть на Него и отвергнут. ученикам он говорит не рассказывайте. Каждый из власть имущих должен сделать вывод собственный. Учения пойдут позже, когда ученики Иисуса Христа станут проповедниками и разойдутся практически по всему миру. Он объясняет, что ему предстоит и то, что предстоит, это как раз мы с вами читали из 53 главы о книге Исаии. Ему предстоит стать жертвой за грехи. И для этого его должны отвергнуть. Отвергнуть как мессия мессию царя. Это не подходит. Нам такой мессия не нужен. Но отвергая, они его подвигают именно Голгофе. Когда его начинают признавать возмутителем спокойствия в Иудее, в Галилее, в Перее, во всех этих областях израильских. И народ будет соглашаться, что да, действительно, вот он является тем, который в какой-то степени посягает на корону императора Римской империи. И начинают возводить, начнут возводить на Иисуса различные обвинения. Когда Понтий Пилат, ставленник Римской империи над израильскими областями, попытается спасти Иисуса, его будут обвинять. Если ты не дашь свое распоряжение, чтобы его распяли, то мы сообщим, что ты считаешь его кесарем, цезарем, царем, что, в принципе, в завершении Понтий Пилат и сделал, приказав, чтобы над головой Иисуса на кресте прибили дощечку, на которой было написано «Сей есть царь иудейский Иисус Христос». Он сказал свое видение. А там должен был быть написан приговор. Его поправляли первосвященники и говорили «Не, нет, ты так не пиши. Ты напиши, что он так говорил о себе». Понтий Пилат сказал «То, что написал, то написал». Итак, Иисус готовится к этому восхождению на крест. Сыну человеческому должно много пострадать и его отвергнуть. Он будет отвержен старейшинами, знатными людьми просвещенными. Они религиозные, они имеют и власть в своем народе. Они распоряжаются, выпускают некоторые указы и так далее, которые были позволены римской властью так делать. это Синедрион. Как Синедрион будет собираться по поводу того, что в храме обеспокоенность произошла, когда парализованный человек, который был парализован, каждый день видели его, он находился в немощи, его усаживали. Это третья глава книги деяний. И вдруг он исцелен. И те, которые исцелили его, сказали удивительную фразу «Мы золото-серебра не имеем, но то, что имеем, даем тебе именем Иисуса Христа встань и ходи». И он встал и стал ходить и прыгал от радости и собрался Синедрион и требовали «Скажите, каким именем вы это сделали?» И Духом Святым, ведомым и Духом Святым они оповестили именем Иисуса Христа начальника жизни, которого вы распяли. И внутри члены Синедриона испытывали колоссальный дискомфорт. Они не верили, что Иисус является жертвенным агнцем, но их обличали в этом. Они когда-то отвергли Иисуса старейшины, первосвященники, книжники и приговорили его к распятию, а со своей стороны не сделали, как это и указывается в книге Исаии. Но вот следующая сторона – это божественно и в третий день воскреснуть. И в третий день воскреснуть. В третий день будет доказано, какой этот агнец Божий побеждает смерть. И он побеждает смерть для всякого человека, который примет его. Воскреснут все. Так написано в книге Экклезиаста 3 главе 11 стихе. Бог все сделал удивительным и прекрасным человека. И в человека, в его жизнь внутрь он вложил вечность. Но вот где эту вечность проведет человек, зависит от его отношения к этой жертве, к этому агнецу Иисусу Христу. В третий день он оповещает «Я воскресну». Это непонятно. В книге Евангелия от Матфея, когда прозвучат эти слова, то Петр встанет и потребует, чтобы больше таких слов не произносил Иисус. А это его миссия. И слова, которые говорил Петр, это были слова, которые выставляли препятствие для него. И тогда он сказал в Евангелии от Матфея 16 глава 23 стих «Встань за мной, сатана». Потому что он знал это были происки сатаны, воздействия, манипуляция Петром. И по сентиментальной любви мы хотим, чтобы ты всегда был с нами. Не понимая, что вы без миссии пропадете, без его креста и его воскресения, ничего бы не получилось, не было никакой возможности войти к Богу. Никакой возможности. где находились те души умерших пророков? Они находились в Шеоле. Это верхняя часть ада. Не было входа, еще не был принесен жертву фактическую миссия. Иисус объявляет здесь великое событие для жизни человечества тех, которые примут его, что он преодолеет смерть, и все верующие в него, преодолев смерть, будут находиться вместе с Богом. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это удивительное событие и такое продвижение Иисуса к Голгофе. Он оставил эту привязанность, любовь окружавших его людей. Он за них дальше пошел. Он пошел, чтобы этих людей спасти и подарить им будущность, как написано в книге Иеремии. Мы благодарны тебе, Господь, за это чудо, за это чудо воскресения, которое произойдет и произошло фактически. Поэтому наша жизнь, она так резко поменялась, потому что Дух Святой поселился в нас. Слава тебе, Господь! Само Божество в нас, верующих в тебя, в тебя. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его и скажите простые слова. «Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подри мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, наставляй, люби, даруй благодать, прощай, поднимай, если упаду. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь». Аминь.